Генеральный спонсор программы «Место происшествия» интернет-магазин автозапчастей «Евразия Автоплюс». Сеть магазинов «Евразия Автоплюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. Имидж ведущего программы «Место происшествия» представляет оптика iCraft. В Ленинском районном суде избрали меру посещения для двух подозреваемых в убийстве супругов Митиевых. Напомним, Дмитрий и Лариса Митиевы пропали без вести 7 июня. Спустя сутки выяснилось, что их застрелили в гараже в районе биохимзавода. Подробности в нашем первом материале. О том, что с Дмитрием и Ларисой Митиевыми что-то случилось, заподозрили их родственники. В 10 утра 7 июня супруги уехали из дома на автомобиле «Додж» и с тех пор их никто не видел. Вечером родители не забрали 6-летнего сына из детского сада и это только усилило подозрение. Мужчину и женщину полиция объявила в розыск, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Поисками пропавших занимались не только полиция и следователи, но и волонтерские движения, а также жители Кирова. К сожалению, версия о криминальном характере их пропажи подтвердилась. В ночь с 8 на 9 июня 2016 года семейная пара была обнаружена с огнестрельными ранениями в одном из гаражей, расположенных в городе Кирове. Вскоре оперативники вышли на след одного из предполагаемых убийц. Мужчина сначала оправдывался и все отрицал, а затем рассказал о подробностях преступления. При отработке связей потерпевших был установлен предполагаемый подозреваемый, который давал противоречивые показания, старался сделать себе алиби и всячески избежать привлечения к уголовной ответственности. В результате детальной проверки всего им сказанного, его алиби было опровергнуто, и от него получены показания. Задержан за что? 105-я, часть 2-я. Что совершил? Пособничество убийства. Молодец убивал, а я слышал это. Подозреваемый показал место преступления. Убитые супруги и их автомобиль находились в гараже рядом с улицей Луганской. Сама машина была повреждена, а рядом в куче мусора виднелись бурые пятна, похожие на кровь. Также в гараже был найден чуть ли не склад с оружием. Это муляж ручного гранатомета и пистолет марки ТТ с магазинами и патронами. Кроме того, в гараже нашли оружие, предположительно из которого застрелили потерпевших. По версии следствия, 7 июня супругов на автомашине в данный гаражный массив заманили двое их ранее знакомых лиц, которые произвели несколько выстрелов из пистолета. По словам задержанного, преступление он с подельником совершил из корыстных побуждений. За что? Чтобы не отдавать долг. Большой долг был? Два миллиона. В пятницу, 10 июня, обоих обвиняемых привезли в Ленинский районный суд для избрания меры пресечения. Назовите участником процесса свою фамилию и имя отчества. Пермин Сергей Петрович. В итоге, на период следствия Евгения Перминова арестовали, а Вадиму Виттеру продлили срок задержания. Расследование уголовного дела продолжается. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия. Продолжение следует... Продолжение следует...